Дамы и господа С шутера и начнем Наивная Blizzard в свое время ввела в Overwatch функцию избегать этого игрока, который любой желающий мог воспользоваться, дабы, ну, избегать матчей с каким-либо игроком. Вот только внезапно люди начали вносить в этот список не троллей, обожающих шутить про мамку, а всяческих задро... no life... скилловых ребят, короче. По словам руководителя проекта Джеффа Каплана, один из таких мастеров ставить хедшоты за роковую вдову, к слову, один из лучших, пожаловался разработчикам, что чёт ему слишком долго игра стала подбирать соперников, да к тому же те оказывались еще и весьма слабенькими игроками. Итог очевиден. Blizzard с ужасом осознала, какого монстра создала, и поспешила отключить возможность избегать игрока. А в ближайшем патче вообще подотрет все оставшиеся следы этой функции и, беззаботно посвистывая, уйдет в закат. У Клиффа Ближинский вот беззаботно посвистывать не получается, а всё потому, что всякие скептики его, ещё не вышедшую Lowbreakers, постоянно сравнивают с Overwatch. Клифф совершенно не согласен с мнением, что эти игры очень похожи, и вот его аргументы. Во-первых, визуальная составляющая. По словам разработчика, Overwatch выполнена в суперярких цветах, а герои почти анимешные. Во-вторых, героев этих там очень много, а создатели Lowbreakers за количеством не гонятся. Для них главное найти свой баланс. В-третьих, по мнению господина Ближински, шутер от Blizzard во многом похож на игру в камень-ножницы-бумага. Мол, если случайно столкнутся два разных персонажа, то в поединке этом победит не лучший игрок, а тот, у кого герой для такой конкретной стычки больше подходит. Вот в его шутере такой несправедливости не будет, и всё там зависит от игрока, а не персонажа, которым он играет. И там-то настоящий мастер с высоким скиллом способен в одиночку перебить всю команду противника. А-а-а, не спешите расписывать, сколько раз вы такое за бастиона со жнецом проворачивали. Оратор уточнил, что в данном случае, в его игре, не важно, какого класса и в какой роли твой боец. Каждый может этого добиться. Как мы уже знаем, поляки из CD Projekt Red осознали свою главную ошибку, допущенную при разработке Дикой Охоты. И решили вырезать из Ведьмака эти... рудиментарные отростки для растягивания хронометража, типа боёвки, открытого мира и квестов. Оставив лишь божественный гвинт. Да причём в онлайн формате. Однако они не были бы собой, если бы и здесь не пошли навстречу своим игрокам. В коллекционной карточной гвинт The Witcher Cut Game при открытии новой колоды мы сможем выбирать редкую карту из предложенных. То есть если, скажем, в Hearthstone нам просто достается пять случайных, и как минимум одна из которых качеством повыше, то в гвинте от CD Projekt вот этой самой одной будет три. И игрок волен выбирать наиболее для его нужд подходящую. Оставшиеся две, разумеется, из колоды пропадают. Пока что неизвестно, сколько вообще паки с картами будут стоить, сколько на них придётся донатить или гриндить, однако такая свобода выбора в подобных играх, где всегда приятно получить предмет, которого у тебя ещё нет. Достойный шаг со стороны разработчика в любом случае. А сейчас я попрошу всех присутствующих покрепче взять и надёжно зафиксировать свой шаблон. Иначе вам его порвёт. Во второй Watch Dogs, игре с открытым миром от Ubisoft, не будет... Вышек. В это сложно поверить, ведь концепция вышек настолько плотно укоренилась в геймдеве, что даже гоночная The Crew без них не обошлась. Да что уж там, если залезть вообще в чужой огород, и в третьем Ведьмаке можно найти доски объявлений, что по сути тоже вышки. Однако, креативный директор Watch Dogs 2 Джонатан Морин в интервью Еврогеймер утверждает, прогресс в его игре никак не зависит от перемещения по заданным локациям и выполнения связанных с ними заданий. Геймплей вертится вокруг последователей, которых Эйден Пирс Западного Побережья сможет привлечь на свою сторону. Сначала таковых у протагониста будет немного, все из конкретной хакерской группировки. Но в дальнейшем герой вербует всё больше новичков, что и вытекает в появление новых заданий, операций и кооперативных миссий. И при планомерном их выполнении игрок и добирается до финальных уровней. Вот. Юбисофт, однако, на этих радостных известиях не останавливается. И в честь не так давно принятого закона, согласно которому киберспорт теперь входит в реестр официальных видов спорта Российской Федерации, продает Rainbow Six Siege за... барабанная дробь... 500 рублей. Либо за 600, зато с книжечкой «Тактика осады» в комплекте. К сожалению, лишь в торговых точках, а не в Uplay или Steam. Но, чёрт возьми, спустя 350 наигранных часов, ничего кроме как «бегом в магазин» я посоветовать не могу. Особенно, если вы до сих пор не брали лучший шутер 2015 года по версии Stop Game.ru, лишь из-за ценников полторашку. Ссылка на страницу с ссылками на ссылки в магазины тут неподалёку. Удачного вам дня и помните, капкану в позавчерашнем патче наконец-то дали нормальные растяжки. Внимательно изучайте дверные и оконные проёмы. До скорого!